Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли Алла Демидова. Алла Сергеевна, добрый вечер! Спасибо большое, что пришли. Гоголь-центр. Нашумевший проект «Звезда», посвященный пяти поэтам Серебряного века. И, как у привычной «Звезды пять лучиков», один луч ваш. Ваш спектакль – Ахматова «Поэма без героя». Вы знакомы с этим текстом уйму лет. А вот работали с ним уже профессионально, начиная с 70-х годов. Да, да. Я, по-моему, первая стала читать «Поэму без героя». И мы обязательно вернемся к тому времени. Это связано с музыкой. Так получается, что репетиции больше были нужны Гоголь-центру. А вы и так все знаете? Нет, там дело не в этом. Это же не просто «Поэма без героя». Мы соединили первую редакцию «Поэмы» 42-го года, «Реквием» и три стихотворения из «Северных элегий». Ну и музыка, соответственно. Потом будут, конечно, сейчас бескомпьютерных, всяких экранных действ. Это не обойтись в театре. Поэтому это будет зрелище. Это не чтение. Это будет, ну, шоу. А Кирилл Серебренников сразу подключился к работе. Потому что я помню, давно, когда он объявлял об этом проекте, несколько месяцев назад, он собирался режиссировать только Маяковский «Люблю». Это был его проект. Сейчас я просто напомню нашим зрителям, в рамках звезды вот этого прекрасного, мне кажется, изумительно придуманного и частично осуществленного проекта, прошла уже история с Пастернаком «Сестра моя жизнь» и Мандельштам. Это Максим Диденко и Антон Адасинский. Замечательные силы. Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова. Вот теперь вы. Раз уж очень хорошо вам известна эта поэма, и я хотел бы вернуться вот как раз в 73-74 год, потому что музыка и в нынешнем спектакле играет огромную роль. Тогда это был ансамбль Дмитрия Покровского. Нет, это было вначале «Что-то я подбирала», потом к этому присоединился Митя Покровский, с такими, он сказал, что там должны быть странные звуки. Например, не колокола, а какие-то... Он же народную музыку любил, такие он принес большие чагуны разных размеров. И вот они звучали как колокола, но странно, как будто через туман. Потом там был варган, вот это... Ну, много было всего, но нам это не удалось сделать. А потом я это делала с Колубовым у него в новой опере. Он подбирал музыку, в основном Шостаковича. Он стоял за дирижерским пультом, весь оркестр и так далее. Вот. А сейчас это будет... Там тоже музыканты. Ну, я не... Арфа, например. Ну, я прекрасно знаю, я почему так долго подводил к этой истории, потому что я прекрасно знаю Сашу Балдачева, Александра Балдачева. Я вместе со своими друзьями, коллегами в Петербурге делаю конкурс, он называется «Золотая арфа». И Саша стал лауреатом одного из этих конкурсов. Он замечательный, с европейской карьерой артист. И как вы познакомились? Что там делает этот царственный инструмент? Царь Давид на нем играл. Ну, его, конечно, пригласил Кирилл. И я, сказать честно, вначале испугалась, потому что, ну, арфа, такие как бы гусли. Я говорю, ну что, и мне надо петь тогда под эти гусли? Это странно. Но, в общем, он хороший музыкант, действительно, очень... И они с Кириллом поработали без меня. И поэтому это такие будут странные звуки. А арфа вообще, как и контрабас, может извлекать какие-то очень странные джазовые, может быть, звуки. Именно звуки странные. Это мне нравится, да. Поэма, вы сказали, что там редакция 42-го года, она писалась Анной Андреевной больше 20 лет, чуть ли не до середины 60-х. Последняя, по-моему, запись в апреле, 19 апреля 65-го года. То есть, и она бы и дальше писала, если бы была жива. Потому что Ахматова где-то записала, что поэма меня не отпускает. Ну, там это такой пласт культуры, куда вошли все. Я тоже вначале пробовала все это расшифровывать, и даже написала книжку «Ахматовские зеркала». И зеркала, конечно. Но потом, вот сейчас, когда все я это знаю, то мне кажется, что не надо расшифровывать. Кстати, и Ахматова тоже. Вначале она писала всякие предисловия объяснительные, а потом написала «Ежеписах, писах». То есть, не надо ничего объяснять, потому что уже как бы все ясно. Но это ясно, когда человек знает. Ну, вот на примере буквально трех строк. Я не знаю, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет страшный праздник мертвой листвы. Строки, конечно, очень серьезные. Но в этом действительно есть колоссальная историческая подоплека. И Иван Грозный, и вы в своей книге об этом пишете, и Петр Первый. Так получается, что зритель, слушатель в большинстве своем будет только первый слой считывать? Или вот придумки Кирилла Серебренникова, и в этот видеоряд, и музыка помогут расшифровке? Вы знаете что, это не надо расшифровывать так буквально. Мне кажется, поэзию не надо расшифровывать буквально, как я пробовала в этой книжке. Тут возникают объемные образы. Вот вы правильно сказали, где это... Ну, причина-следственная связь. А где причина, она так глубоко, что до нее и не докопаешься. Но у кого она где остановилась, эта причина? У кого-то вчера, да? А у кого-то именно где-то в других веках. Вот, поэтому эта поэзия, ну, как, знаете, такая подводная река, она течет, тихие воды плавно, текут мудрые люди, как бы тихо живут. Вот это вот, она течет поэзия, хорошая поэзия, а там много-много всяких образов, да. А вот первое прочтение, вы, наверное, еще в МГУ тогда учились, да, первое прочтение, что вас очаровало? Вот эта... Странность. Странность. Странность, да. Это тогда, я помню, на папиросных бумаге это все, у меня где-то это лежит на антресолях, эти листочки, на папиросах. Слепой совершенно текст, много ошибок, как я потом поняла. Но это странная поэзия. Она, во-первых, даже не похожа была на Ахматову, ту, которую мы знали. Это и завораживало, завораживало своей тайной. Что там? И мы не могли догадываться. Мы что-то там передавали друг другу. И так вот постепенно вот это вот накапливало знание, расширялось. Мемуары, воспоминания, письма, рассказы, встречи с какими-то... Я очень любила стариков в свое время. Они сейчас все ушли, а я с ними со всеми дружила. Вот. И все, они ее знали, они рассказывали, ну и так далее. И так собралась книжка. Есть ли для вас абсолютные точки пересечения? Ну, конечно, кроме текста. Все-таки вы на радость всем зрителям делаете вечера. Это могут быть поэтические, творческие вечера. Но всегда это связано с поэзией. И в том числе это связано с Ахматовскими зеркалами, с поэмой без героя. И вот этим спектаклям... Это совершенно другое. Это совершенно другой и другой подход. Это театр. Там сцена, чтение стихов, иногда музыка. Это немножко другое. А здесь спектакль. Причем в отличие от Мандельштама и Пастернака, там было много актеров. Здесь только одна я. Это такой моноспектакль с музыкантами и вот с компьютерным видеорядом. Вообще, это мне нравится. А вы в этом спектакле кто? Вы то Ахматова, то Деми... Нет, нет, нет. Вы чуть-чуть расшифруйте, потому что... Из боя меня Бог. Там я. Я, но поскольку, когда читаешь ее стихи, поневоле входишь в эту музыку и поневоле, ну, как бы иногда становишься ею. Поневоле. Потому что, вы знаете, когда знаешь хорошо человека и о нем рассказываешь, поневоле начинаешь говорить его голосом даже. А у Ахматовой есть запись, кстати. Но, правда, когда она уже была старая, когда у нее был такой низкий страшные годы Ежовчины. Я провела 17 месяцев в тюремных очередях. То есть такой поступь, такая фуговская баха. Баха, да? Фуга-баха. Нет, там по-разному они звучат, по-разному. В зависимости... Там 13-й год, там первая часть, 13-й год. Это маскарад. Потом вторая часть – это, в общем, гулаг. Поэтому возникает реквием. Третья часть – город. И город, и то же, когда тоже из города увозили на смерти блаженной бою с громыханием черных Марусь. Это тоже город. Поэтому это, скорее, такое трагическое ощущение истории. Трагическое. Но вы знаете, что Ахматова, вот даже в ранних стихах, чем она отличается от других поэтов, у нее вот нота трагедии. Вообще, кто-то из мудрых сказал, что голос трагедии женский. Вот Ахматова это очень точно передает, эту трагедию. Причем не словами, а какой-то вот тайной интонацией. И вот это надо передать. Ну, с трагедией у вас особые отношения. И тут я сразу вспоминаю Терзополоса и ваши… И Виктюк тоже, да. И Виктюк, конечно. И Любимов с Электрой. И Цветаева с Федрой. Да. С Терзополосом у вас, насколько я помню, была Медея. А у вас Тристия. Тристия, да. И Гамлет даже мы с ним сделали. Гамлет-урок, да. Да, Пастернак. Так вот, Анна Андреевна, она из тех, из компании Эсхила, Софокла. Ну, вы знаете, как у нее там… Теперь нужна мне не Софоклу, не Шекспиру уже, но Софокла. На пороге стоит судьба. Мне нужна будет Лира, не Шекспира, но Софокла. Вот. Поэтому она переходит в такую сухую трагедию. Сухую. Не страсть, как у Шекспира. Страсть отношений, страсть характеров, страсть историческая. А трагедия Софокла, она всеобъемлющая. Она всечеловеческая. Но современный театр очень часто грешит тем, что всеобъемлющее и надземное старается, ну, в силу многих причин, старается приземлить. Скорее всего, потому что так легче. Уверен, что у вас в спектакле вместе с Кириллом Серебренником другая задача была. Вот ощутить эту связь, извините за пафос, тысячелетий. Вы знаете, мы не ставили, конечно, перед собой такие сложные задачи. Но вы правы, потому что если к трагедии подходить с ключом психологического русского театра, трагедию не откроешь. Она совершенно другого жанра. Она ближе к опере. Там важны перепады голоса, голосовые модуляции, низы, верха и так далее. А у нас в основном играют действительно по привычке. Там психологический театр, какой характер. А тут дело не в характере, дело в теме. Но вот вы мне все рассказали. И тогда я задам, может быть, самый коварный вопрос. А что тогда вы нового для себя открыли? Ведь есть задачи. И если они, на первый взгляд, трудноисполнимы, тем интереснее. Ну, вы знаете, новое, потому что музыка, ее надо слышать. И потом мне очень нравятся паузы, молчаливые в поэзии. Но эти паузы надо заполнять своим прошлым. Вот. И чем сложнее и интереснее прошлое у актера, тем интереснее его паузы. Вот я сейчас, у меня такая вот задача, чтобы побольше этих было паузов. Пауза для актера – это самое сложное. А я помню фразу Георгия Александровича Тавстанового, который говорил, что зритель за это платит деньги. За паузы. Спасибо вам большое. Спасибо. Алла Демидова, и мы говорили о новом спектакле в Гоголь-центре, который называется «Ахматова. Поэма без героя». Хотя, конечно, герой есть, и это Алла Сергеевна. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok